МОДА ИДЖИДИМА Конечно, у меня разновозрастные дети, 12-5 лет и 2 года самому младшему, и вот все они любят те игры, о которых сегодня пойдет речь. Итак, первая игра – это взять самый обычный журнал, если он у вас есть, а если у вас его нет и вы такой же минималист, как я, то, возможно, ваши дети принесут вам какую-то рекламную брошюрку из супермаркета, как случилось в моем случае. Возможно, они, проходя мимо какого-нибудь агентства по путешествиям, как было, опять же, в нашем случае, ухватятся за какой-нибудь журнал интересный, который показывает разные страны. Соответственно, все это, как правило, дети несут домой, чтобы потом рассмотреть. Возможно, кстати, мои, например, дети любят рассматривать каталоги Икеи, которые нам периодически также кладут в почтовый ящик. В общем-то, любая брошюрка, ну, наверное, рекламная вам подойдет, ну, а также любой журнал тоже вам подойдет. Однажды мы сидели, был дождливый день, заняться было нечем, и дети как раз-таки листали такие журналы, которые они привезли из супермаркета. Один из журналов был посвящен, как это ни странно, рецептуре варенья. Были представлены фрукты и варенье, которое можно сварить из этих фруктов. И я предложила своим детям вырезать ножницами, ножницами для возраста детей, соответственно, это не острые ножницы. Я предложила им нарезать этих фруктов и поиграть в самый обычный магазин. В итоге все трое детей стали вырезать фрукты, и игра растянула, внимание, на полтора часа. Дети варили варенье, которое также они эти баночки вырезали, и, в общем-то, что-то они в этих, как будто бы вкладывали в эти баночки все эти фрукты, ягоды и так далее. При этом дети, как вы, наверное, можете себе представить, особенно пятилетний ребенок, двухлетний вообще не может сам вырезать, но, тем не менее, что-то старался резать. Они вырезали все это очень неаккуратно, но, тем не менее, игру это не портило, и они очень-очень долго играли. В другой раз, когда у нас также оказались проспекты рекламные из какого-то агентства по путешествиям, я увидела, что там прекрасные круизные лайнеры, сфотографированы все они разные. И, соответственно, предложила им вырезать эти круизные лайнеры, и тоже игра растянулась, ну, прямо-таки, очень надолго. Также дети могут потом составлять свои коллажи. Вот если они не играют, как, допустим, в нашем случае было, они играли, наверное, в кухню, а потом в магазин. Кто-то покупал фрукты, кто-то их варил, кто-то их потом ел. То, в общем-то, можно предложить им наклеивать в качестве коллажей все это на белый лист. Тоже очень увлекательная игра, дети тоже ее очень любят. Мои дети, кстати, не пользуются клеем, возможно, потому что я не очень это приветствую, но сейчас есть такие клеи, которые не пачкают на самом деле. Мои дети почему-то больше любят скотчем все это приклеивать. У них тоже, получается, ну, очень интересные работы, которые представляют особую ценность, прежде всего, для них самих. И вот могу сказать, что они очень увлечены, и даже двухлетний ребенок, и даже 12-летний ребенок, которому, наверное, уже не по возрасту такие увлечения. В общем-то, все они сидят, что-то клеят, вырезают, просят друг друга помочь. Игра, в общем-то, дружная, игра спокойная, игра очень-очень увлекательная, прежде всего, для самих детей. Если у вас один ребенок, безусловно, ваша помощь потребуется. Не забывайте сесть с ребенком на пол, вырезать ему все, что, ну, наверное, он сам вам покажет. И потом я вот уверена, что у него завяжется самостоятельная игра хотя бы на какие-нибудь 10-15 минут, и вы, соответственно, сможете просто сесть и чай спокойно попить, либо гречку себе сварить. Еще одна игра, так же, как предыдущая игра, не потребует от вас никаких финансовых вливаний. Себестоимость ее очень-очень мала, либо стремится к нулю, потому что потребуется по-большому счету все, что у вас уже есть в доме. Это различные сыпучие продукты, это может быть мука, это может быть соль, это может быть даже сода. Если у вас есть ковры в доме, вы можете дать ребенку упаковке соды, ее стоимость также очень-очень мала. И предложить покопать как песок. Мои дети мальчики, поэтому они с удовольствием копают при помощи тракторов, при помощи эскаваторов вот эту соду. Если я им даю либо соль, либо муку, но я в одном из своих видео говорила, что в муке я разочаровалась. Безусловно, когда нужно хоть что-то дать ребенку, можно дать и муку. Мука, она ну прям совсем пылеобразная, она очень сильно пачкает одежду, она очень сильно разлетается по квартире. И плюс мука имеет такое свойство, если вы сразу ее не запылесосите, мука очень скользит. Соответственно, ребенок может поиграть, встать, побежать к вам и упасть. Поэтому муку я бы не рекомендовала. Но вот соду, например, либо соль, то в общем-то почему бы и нет. Также дети очень любят различные сыпучие крупы. Ну, потому что все крупы сыпучие. Любят фасоль. Но безусловно, вы должны понимать, склонен ли ваш ребенок куда-нибудь эту фасоль, скажем так, запихнуть в ухо, в нос и так далее. Безусловно, за ребенком нужно приглядывать. Но если у вас спокойный ребенок, вот, например, мой Егор был таковым, я давала ему банку фасоли. Он ее высыпал и, в общем-то, играл буквально несколько минут. И всю остальную часть времени он эту фасоль очень методично, очень аккуратно собирал обратно в банку. И действительно, потом, когда Егор подрос, он оказался склонен к пазлам. Он оказался очень склонен к лего-конструированию. Соответственно, вот уже тогда проявлялась его любовь к таким скрупулезным складываниям. Поэтому, в общем-то, вся его игра заключалась в том, что он в другую банку, точнее, в эту же банку, потом всю эту фасоль аккуратно-аккуратно собирал. А второй ребенок у меня более подвижный, более живой. И ему нравится просто все это мешать, это издает большие звуки, разные звуки. Поэтому гречка, рис, фасоль, горох, все это, в общем-то, приведет, я уверена, любого ребенка в восторг. Третья игра, которая, я также заметила, очень нравится моим детям и подойдет даже для очень маленьких детей, детей, это игра с настоящей посудой. Ну, речь идет, безусловно, о каких-то кастрюлях, которые невозможно разбить. Постелите одеялко, чтобы ребенок ваш не гремел кастрюлями, возможно, на кафельном полу, а даже если он деревянный, то тоже будет меньше шума, если там будет какое-то одеялко. И вы увидите, что дети очень любят не игрушечную посудку, а именно настоящую посуду. Поэтому, когда мой ребенок был маленький, второй, а также третий, я им давала, вот как сейчас помню, поварешку. Она приводила в восторг детей, во-первых, потому что это, в общем-то, вещь, которой я пользуюсь, то есть они понимали, что им был доверен некий взрослый объект. Плюс поварешка очень смешно отражает. Вот мои дети, когда они только-только учились, наверное, точнее, научились сидеть, еще даже не ползали и не могли участвовать в играх, они очень любили настоящие ложки и настоящие поварешки, а также веничек для взбивания теста. Я много раз говорила, что я этим веничком, в общем-то, и не пользуюсь, но он явился отличной игрушкой для моих малолетних детей, когда они были еще совсем в таком младенческом возрасте. Соответственно, все это я даю детям своим играть. Безусловно, вопрос безопасности превалирует, но очень много, повторюсь, веничков различных, лопаточки силиконовые идут в ход, поварешки настоящие из алюминия, либо силиконовые, в общем-то, все это используется. Поварешки сейчас не делают из алюминия, они, наверное, делаются из стали, поэтому, да, стальные, наверное, поварешки. Соответственно, дети очень любят очень играть. Если вы им еще дадите при этом какую-нибудь крупу, то, в общем-то, варить суп они будут, либо варить кашу они будут очень-очень долго. Советую, вот просто-таки, как мама троих детей, рекомендую попробовать такую игру своим детям предложить. Еще одна игра, которая также очень нравится детям, но потребует от вас некоторого вовлечения, но зато я уверена, что вы и сами хорошо посмеетесь и хорошо поиграете. А эта игра, которая, не знаю, как она называется ни на русском, ни на английском, ни на итальянском, это когда один человек загадывает, говорит другому, и другой должен объяснить что-то, показать что-то, соответственно, все другие должны угадать. В идеале, безусловно, чтобы было много членов семьи, так будет веселее. То есть я маленькому ребенку загадываю, например, на ухо зайку, покажи зайку, и, соответственно, ребенок изображает зайку, все остальные должны угадать. Но эта игра, она очень хороша также для вот маленьких детей. Моему ребенку два года, он постоянно меня просит с ним поиграть, даже когда вот мы вдвоем с ним находимся. Игра протекает таким образом. Он ко мне подходит, я ему тихо-тихо говорю «зайка», хотя никого больше нет, никто слышать не может, и он по большому счету показывает мне потом зайку. Он сам смеется, плюс дети, наверное, любая мама знает, как смешно могут что-то изображать, поэтому, в общем-то, мне тоже очень смешно, очень весело. В общем-то, я угадываю, что это зайка, либо он даже, в общем-то, мне говорит, произносит звуки, то есть выдает, что это зайка, и, соответственно, подходит, чтобы я снова ему загадала. То есть все мое участие заключается в том, что я ему потихоньку шепотом произношу того или иного животного, которое он, кстати, иногда меняет. Он иногда говорит «нет, зайку не буду, буду кошку показывать». Соответственно, эта игра, она тоже приносит очень много позитива, прежде всего, в жизнь ребенка, и потом, наигравшись таким образом, наобщавшись с вами, он, в общем-то, может действительно заняться своими какими-то делами, своей игрой, когда вот такая игра ему надоест. Поэтому не пренебрегайте этой игрой, даже если у вас в семье только один ребенок, если вы только одна с ним находитесь, попробуйте поиграть. Возможно, будет сложно маленькому ребенку объяснить, что нужно показывать, что нужно рассказывать, но, тем не менее, если эта игра его, он поймет ее суть, а дети, они очень сообразительные, он, в общем-то, будет играть в нее с удовольствием, но практически самостоятельно. И действительно, если у вас двое детей, либо больше, то также эта игра, она очень увлекает, и даже мой 12-летний ребенок эту игру любит, и теперь мы, в общем-то, завели традицию по вечерам в эту игру играть, и, конечно же, детей не нужно звать на эту игру, они сами напоминают, о чем быстро ужинать, чтобы мы потом могли все сесть и в такую игру поиграть. Соответственно, три таких игры. Первая – это сыпучие продукты, хотя о первой игре я рассказала другую, это были различные коллажи, составления, либо просто вырезать что-то из журналов, какие-то картинки, возможно, это фрукты, возможно, это корабли, возможно, это машины, возможно, это цветы. Вот все это нарезать ребенку, и, как ни странно, он потом сам сообразит, что с этим делать. Букеты составлять, суп варить, либо какие-то коллажи делать. Ребенку, на самом деле, не потребуется, не потребуется особых указаний, что потом с этими всеми интересными предметами поделать. Соответственно, третья игра – это вот угадай животное, либо это, может быть, угадай машину, все, что угодно, все, что нравится ребенку, но по моей практике угадай животное – это все-таки самая легкая вариация, особенно для таких маленьких детей, как, в общем-то, мой третий ребенок, ему сейчас 2 года и 6 месяцев, ну, на самом деле, чуть больше. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошо проводить время со своими детьми, самое главное – весело, самим увлекаться процессом. И на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня. Пока-пока.